Рублёвка близ Москвы. Знаменитая Рублёвка. Первое место в мире по разводам сегодня. Это подмосковная Рублёвка. Что иной раз происходит за вот этими высоченными в 6 метров заборами? Какие трагедии случаются здесь, в этих домах? Вот уж действительно богатые тоже плачут. И ещё как плачут, а главное, как плачут их дети. Наш недавний сюжет. Семья, супруги, не бедные люди. Супруги разводятся, невзирая на то, что детей двое. Папа этих детей 13-16 лет. Боится, видимо, что он недосчитается своих миллионов в случае раздела имущества. А раздел впереди папа. С бригадой знакомых людей, включая, как мы предполагаем, действующих сотрудников полиции Рублёвской, вламывается в свой уже бывший дом перед решётки. На окнах предлог «Я хочу забрать свои охотничьи ружья». Я напомню наш недавний сюжет. Сначала они вломились в дом. И когда всё это уже заканчивалось, он начал бить маленькую сестру. Я её начала защищать, и они меня с дедом на пару избили. Его родственник твой дедушка? Да. Младшая сестра увидела у него на руке мамины часы. И она начала плакать, что папа, сними, пожалуйста, часы, это не твоё. И он её избил. Он прям накинулся сразу на неё, вот именно... Она... Ну... Он накинулся на неё, и его дед, его отец начал её оттаскивать. Её от него? Чтобы она его типа не ударила. О, Господи. А ей сколько было? Тринадцать? Ей тринадцать, она маленькая. И потом я тащила её, и они меня вдвоём побили. Покалечил сильно отец родной? У нас там... Он когда выносил ружья из дома, лежал мешок, 5-6 килограмм там было пули. Охотничьи ружья. Он этим мешком меня приложил несколько раз, барсеткой, и они били меня по ногам. Мы предполагаем у журналистов, что бушевал папа сильно. Мы предполагаем, что избивать своих детей до смерти ему, папаше, помогали. Ещё раз скажу, действующие сегодня сотрудники Рублёвской полиции. Потому что мы два года просто в аду. С тех пор? С тех пор. Я потом не помню, как меня оттащили в больницу, честно. Я видел справку, медицинское заключение, это ужас. Написано фактически, что на тебе не было живого места. Они просто вломились и сделали всё, что захотели. Сотрудники полиции вообще не реагировали. Полицейские пришли с ними. Да. То есть полицейские ломали решётки на окнах, болгаркой пилили, и вломились в дом вместе с гражданином Исаковым и его отцом. Сколько же было человек? Человек 25. 25 вломились? Да. И кроме полиции, я не буду врать, кроме полиции, там вот этих 25 человек ещё были люди, которых он притащил. Какие-то просто здоровяки. Как фильмы из 90-х, знаете, люди с этими цепями. Вот такой сюжет был показан в моменте истины 21 июля этого года. Я обещал Сабине и всем нашим зрителям, что запись этой программы уже на следующий день утром ляжет на рабочий стол министра внутренних дел Колокольцева и нового главного полицейского следователя нашей страны Савинкова. Своё слово я, разумеется, сдержал. Я хотела бы поблагодарить вашу программу, потому что мы никак не могли с этим разобраться. И сейчас эти дела двигаются. И моего дедушку, дядя, мама, их вызывают на допросы по поводу того дела, которое в течение двух лет уже тянется. Не расследовалось? Не расследовалось. Поэтому я очень хочу поблагодарить лично министра Колокольцева, потому что мы не могли с этим разобраться. Сейчас эти дела двигаются и становится легче. А ты не ожидала, что твоё письмо, как я и обещал в эфире, уже на следующий день ляжет на стол к Александру Савинкову, главному полицейскому следователю страны? Я хотела в это верить. А мы в такой стране живём, Савин. Это может делать каждый. Я понимаю. У этих людей, давай я тебе расскажу, я их знаю очень хорошо, и у Колокольцева, и у Александра Савинкова, у них сердце есть. Мы получили такое количество откликов, электронная почта, интернет, форум. Я, к сожалению, плохо, я человек второрежимный, не умею пользоваться, как все, интернетом. Но когда мне вот всё это принесли, эту кипу откликов, значит, до слёз трогать. До слёз. Мне обидно. Мы приходили к следователям, а они говорили, мы не будем этим заниматься. И ясно было, что это или проплачено, может быть, это его друзья. Я не знаю, как это ещё можно комментировать, когда люди закрывают глаза на то, что меня избили, нас обокрали. Ну, а теперь я хочу представить нашим зрителям твоего родного отца. Здесь я постараюсь быть кратким, в смысле, то, что мы действительно, в смысле, приходили 25 июня, забирали оружие, в смысле, это процесс нашего раздела имущества. Вы ребёнка-то зачем избили своего родного? Никто не трогал детей. По данному факту было возбуждено уголовное дело, в смысле, следственным комитетом, в смысле. По данному справку есть медицинские документы. Можно я закончу, пожалуйста? Прошу вас, пожалуйста. Да, по данному факту, в смысле, было возбуждено уголовное дело, в смысле, следственным комитетом. Оно было прекращено. Никто никого не трогал. Это было подтверждено в ходе, так сказать, проверки по данному уголовному делу. Вот почему было на самом деле прекращено уголовное дело? Неужели можно до смерти избивать детей? Мы ответим сейчас на этот самый главный вопрос. Скажите, пожалуйста, вот когда вы своего ребёнка видите на экране, который... Ну, страшно было. ...рыдает, вот вы как отец. Вот это самое интересное. Страшно было, конечно. Что вы испытываете? Ну, неприятно было, конечно. Неприятно и мне было бы, но она плачет, потому что она рассказывает о вас. И рыдает. Ваш ребёнок. Вот что вы как отец в эти секунды чёртите? Ну, неприятно было очень. Позвольте? Пожалуйста. Это протокол осмотра письменных доказательств на мобильном телефоне. Артур Анатольевич, а при чём здесь мобильный телефон? Сейчас позвольте смысл. Я спрашиваю вас о том, что вы испытываете? Да, я пытаюсь объяснить. Что в вашем сердце живёт? Я пытаюсь объяснить. Ну, объясните, пожалуйста. Вот смотрите, что поступило ко мне с 10 июня 2012 года. К вам поступило? Да. А от кого есть не секреты? Что вы сейчас считаете? Ну, от супруги, конечно. Будь мужиком, оставь всё нам. А мне зачем знать смски, с которыми ваша супруга, женщина, от которой у вас дети, общалась с вами? Это ваша личная жизнь. Понимаете как, Андрей Викторович? Вы несколько настроены однобокно. Ещё раз. Я вас спрашиваю о том, что отец испытывает, когда видит, как рыдает его ребёнок. Ничего приятного нет смысла в этом. А отец вынимает какую-то бумагу и говорит, а вот что мне писала в смс-ке супруга. У нас такой есть Михаил Сергеевич Горбачёв. Так вы не поняли смысла? Его Коль звонит за Горбачёв и спрашивает, Михаил Сергеевич, который час? Он говорит, спасибо, я уже пообедал. Не об этом речь. А о чём? Вы просто услышите, что написано здесь. Забудь о детях, это не твои дети, не думай к ним приближаться. Артур Актович, я сегодня вам пошлю любую смс-ку и изображу, сейчас есть такое специальное устройство, можно любой номер нарисовать, хоть приёмный Путин. Понимаете как, мы сейчас, вы задаёте вопрос о ребёнке, в смысле, о моём. Скажите, пожалуйста, а вы действительно являлись сотрудником первого главного управления КГБ? Нет, я являлся сотрудником КГБ. Вы работали в КГБ? Да, конечно. Слушайте, если бы мой ребёнок плакал вот так вот, как мы говорим, в кадре, и говорил, меня отец ударил мешком. Да, ну что вы говорите, глупость полная, смысл. Ваш ребёнок вас отца оклеветал. Да, безусловно, конечно. Я могу вам только как отцу посочувствовать. Если бы на меня клеветали мои дети, я бы, наверное, застрелился. А в чём суть-то смысла? Можно? Суть ваших работ? Да. Начинается тотальная проверка всех тех уголовных дел, которые возбуждены в отношении вашей бывшей супруги. Есть очень серьёзные подозрения, что всё это спектакль, имеющий очень серьёзную коррупционную составляющую. Будут допрошены следователи, будет допрошено руководство. Вы хотели что-то объяснить. Так я пытаюсь объяснить. Если можно, только без бумажек и смс. А как в смысле мне объяснить? Было уголовное дело, оно прекращено. Что я ещё должен сказать? Я не знаю. Вот именно было уголовное дело по факту, я прошу всех задуматься над этим словом, по факту избиения вами и ваших подручных, ваших же детей маленьких. А вот почему прекращено уголовное дело? Там было 12 человек. Вот почему прекращено уголовное дело, сейчас и идёт проверка, инициированная, ещё раз, высшим руководством Министерства внутренних дел страны. Я согласен. Вот какое внимание к вашей персоне? А вот эти 12 человек, кто они? Это мои родители, раз, двое адвокатов, два моих работника, один сотрудник полиции из разрешительной системы, два участковых, и четверо, кажется, из неведомственной охраны. 12 человек? Да, ну приблизительно, плюс-минус. И вот в такой вот мужской кампании, включая полицейских, вы вломились, внимание, в свой собственный дом, где были только несовершеннолетние дети, двое стариков. Я только взял только с разрешительной приехать. Только не волнуйтесь, пожалуйста. Ну, вы меня сбили с толку, в смысле? Вы сбиваете меня с толку. Я вообще плохой журналист, вы знаете? Я бы не сказал бы такое. Только мне ответьте, для чего вам нужны были полиции? Порядка около девяти сотрудников прошли полиграф, там присутствовали мои родители, два адвоката, в смысле, и два работника. Вот все количество людей, которые там находилось, в смысле. Я не хочу, чтобы им было плохо, просто хочу, чтобы это было бы все честно. Это будет справедливо по отношению к каждому, каждый получит то, что заслужил. Сотрудники полиции, которые присутствовали, вы можете, участвовали во взломе, прошли полиграф. И полиграф, внимание, полиграф, видимо, детектор лжи имеется в виду, который тоже, кстати, может ошибаться. Видимо, детектор лжи, если о нем идет речь, сказал, что детей, если это рублевка, тем более, видимо, да, детей бить можно. У нас был видеорегистратор, который заснимал, наверное, первые двадцать или полчаса, может быть, всего того, что происходило. Ну, просто камера стояла. Они вырвали видеорегистратор просто... Да ты что, с собой? Я клянусь, они вынесли этот видеорегистратор с собой, вынес человек и... Прямо с мясом провода вырвали? Просто с мясом, там просто вырвались и провода, все, что там было, все разворотили, унесли его с собой. Положили его в машину, и эта машина сразу уехала. Где сегодня в мире, не в России, в мире, в каком районе регионе больше всего разводов? Статистика, о которой никто не говорит. Каждый развод понравится в документах. Ответ-то не у меня, а у вас. Я не слежу за разводами. Рублевка. Потому что у меня крепкая семья. Рублевка. Там, где вы живете со своей крепкой семьей. Первое место разводов в мире сегодня, это Рублево-Успенское шоссе. Все поселки справа и слева, за большими заборами. Кстати сказать, именно там сегодня самое большое количество домов на продажу. В том числе и заработали. Да, да. Следующий вопрос. Где самые чудовищные разводы по жестокости? Когда, как мы слышим, отец может избить детей, он за ружьями приехал. Юлиерными изделиями еще, видимо. С ним 20 полицейских. О, кстати, по поводу дорогоценности, они исчезли до того, как мы пришли в смысл. Скажите, пожалуйста, а вот за все это время вы платили алименты своим детям? А как я мог платить, если 6-го числа только я вступил в права своей компании? То есть два года у вас не было ни копейки денег? Абсолютно в смысле. На алименты даже? Какие алименты? У меня компаний не было, в моих смыслах. Я понимаю, Нина. А как вы жили эти два года? Кто вас кормил? Вы это как-то себя содержали? Очень просто смысл. Я просто продавал свои часы, смысл. Если так уж. Если что-то продаете, то вы должны все равно платить алименты своим детям. А как не было у вас команды, которые тоже выкинули? Артур Ставич, я сейчас про алименты спрашиваю. Так я же пытаюсь вам объяснить, смысл. Я получил 30 миллионов рублей, и то с одной компанией всего 5 миллионов. То есть сейчас вы богатый человек, и все алименты за все годы заплатите, правильно? Какие годы смысл? Там всего 200, я не помню, там, сейчас мне насчитали 220 тысяч. Вот это было все буквально 2 дня тому назад. Как же вам не повезло ни с супругой, вот Артур Актаевич, ни с детьми? Ну, бывает. Видимо, вы одинокий человек. Нет почему, у меня хорошая команда. Команда? Да. Вместо семьи команда? Хорошая команда, я понимаю. Понимаете, как команда не бросилась, самое главное? Да, вот к этой команде как раз сейчас и возникли вопросы, которые еще раз задает своим сотрудникам лично министр внутренних дел. Скажи, Сабина, почему ты не верила, что твоя страна, твое государство придут тебе на помощь? Ну, потому что куда мы не приходили, нам говорили, что мы не будем прыгать выше головы своей. Один раз, когда мы пришли к следователю, чтобы я давала показания, из кабинета следователя, который должен был брать у меня показания, доносился чей-то смех. Мы открываем дверь, постучавшись предварительно, с мамой. Там сидит мой отец, это следователь, они вдруг пьют чай, пожали друг другу руки, и перед выходом из кабинета он плюнул мне в лицо. Отец? Да. И сказал, удачи тебе. Плюнул в лицо преследователя. Ну, следователь сделал вид, что он не видит. И никто не сказал. Кто-то просто... Девочка, нам тебя жаль, тебя били. Говорили, что жаль. По голове этим предметом. Те, кому действительно было жаль, они просто отходили в сторону. И все. Они просто в этом не участвовали. То есть система, это когда вот так, а у кого есть сердце, отходили в сторону на всякий случай, понимая, что это система. Дальше Одинцова это ничего не выходило. Мы даже вынести дальше Одинцова никак не могли. А в Одинцовом нам везде показывали, что фигу, потому что никто не собирается нам с этим помогать. И все. Тоже рублевка. Это деградация или мы к этому шли? Очень серьезный вопрос, на самом деле, все 20 лет. Я думаю, что здесь это потеря уровня интеллекта той части общества, которая сегодня обладает наибольшими богатствами. Поглупели? Нет, нет. Потеря интеллекта это не только поглупели. Сколько таких? Больше половины? Безусловно. А это не катастрофа для страны и для бизнеса? Катастрофа, конечно. Это интеллектуальная катастрофа. В семью одного из питерских родоначальников, я по понятным причинам не называю фамилию, наркотики пришли, когда, не будем говорить о каких детях идет речь, когда ребенок был еще в седьмом классе. Ребенок мэра. Если ребенок наркоман, то мэр у тебя в кармане, как в одном фильме. Негодяй говорил. Вы не боялись за девочек? Ну, конечно, побаивался, потому что они росли в той же среде, в которой, как говорится, формируются вот эти начала. Подходы были, делались подкопы, под семью Лужкова, вот через детей? Нет. Потому что дети учились в той школе, которую построила и открыла Елена Николаевна, моя жена. И там этого безобразия не было принципиально. Ни одного случая? Был один случай, я не буду говорить, с кем это связано, это известный человек. И учительский совет приняли решение эту девочку из школы удалить. Вызвали родителей, поговорили с ними, родители обеспеченные люди, они увели эту девочку. И дальше продолжалось чистое поле по вот этому страшному бедствию наркомании. Бывший сотрудник КГБ. Ну, он так представляется, по справке официальной с нашего ФСБ, он никогда в нашем ФСБ не слушал, но вроде бы речь идет о КГБ Азербайджана. При этом у него есть определенные связи в подмосковной полиции, благодаря которым он смог путем коррупции. Наше предположение, что все это именно так, он же меня не слышит. Он говорит то, что ему нужно. Это свойство психологии человека. Он не слышит других, он слышит только себя, вот и все. Ну, еще раз, два года дело не расследовалось. Закрывали, ножом открывали, останавливали, все что угодно делали, да. Но только, чтобы не наказать папашу вот этого, для которого, вот он, тезис сегодняшней жизни. Да бог с ней, с семьей. Главное, что у меня команда хорошая. Бригада? Вместо семьи. Если бы раньше, при советской власти, такой вот товарищ на экране бы выступил, да, вот с таким монологом. Наутро электричка, рынок. Да вся бы страна обсуждала. Вся страна. А сегодня это почти типично. Вот на эту фотографию посмотри, пожалуйста. Судья Ирина Парфенова. Федеральный судья. Краснодарский край. Фотографии, ну, мягко говоря, в фривольных позах на фоне символов государственной власти Российской Федерации. То есть она сама себя сняла в зале суда. Как ты думаешь, кто эти фотографии в интернете выложил? Фотография? Да сама она ее выложила. Абсолютно верно. Сама, более того, на фоне молотка, вот она судейского, да, снялась. Надпись, я цитирую, дам полбу, я прошу прощения, так написано, дам пол всем, кто будет на меня наезжать. Сама выставила фотографии в сети. И потеряла статус судьи, вмешался Верховный суд. Там все изумились, интеллекту федерального судьи. Мне интересно узнать о карьере этого человека. Кто ее представил в федеральной суде? Кем она работала раньше? Прокурором. Более 10 лет. Потом судьей стала. Я представляю, как она работала в органах прокуратуры. Для меня возникает ситуация, удручающая впечатление, не только по этому сюжету, по многим, которые я вижу в твоих программах, когда люди, занимающие или занимавшие достаточно солидное служебное положение. Это глупость бесконечная, да, правовая. В правоохранительной системе, когда созданы вот эти комиссии квалификационные, которые оценивают судьи нравственные позиции и так далее, ведь все забывают еще одну тонкость. Там обязательно, когда возникает такой случай, необходимо решение председателя суда, которому она подчинена. Конечно. А если она с ними или делится, или она ему угодно выполняет его решение, он всегда будет ее лихорадочно защищать? О, именно. Отношения уже внутри, между самих судей, председателя суда и судьи. Я прошу всех внимания, предлагаю послушать вот этот телефонный разговор с судьей Михаил Михайлович Милушов. Алло. Добрый день. Добрый. Это ваш знакомый Караулов. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Откуда у вас мой мобильный телефон? Из канцелярии Люберецкого городского суда получил... Вот и звоните ему дальше. Михаил Михайлович, а ваш комментарий по делу Прелля? Вот так вот. Поговорили с судьей Милушовым. А вот он, главный герой нашей сегодняшней программы Артур Прелль. Это его судья Милушов. Мы только что слышали телефонный разговор. Артур, это его абсолютно невинного человека, как сейчас доказано. Судья Милушов своим приговором, жизнь ему сломал, парню этому, отправил на 8 лет в строгий лагерь. Абсолютно невинного человека. Артур даст сегодня свое первое, пока что первое интервью после освобождения из не столь отдаленных мест. Сегодня вся страна знает это имя Артур Прелль. Да, так получилось, что действительно вся страна, молодой адвокат, который защищал крестьян на Рублевке. И от кого защищал, Григорий? От Дупака. Вот Дупак это имя не знает вся страна. Не знает. Зампред первой бывшей уже областной думы украл земли подмосковной, как яствует из приговора суда, более чем на 1 миллиард долларов. Одинцовский район, Люберецкий район, Паи Крестьян. Получил 8 лет условно. Григорий имеет наглость сегодня, вот на фоне, так сказать, дела Прелля и его освобождения, требовать пересмотра приговора своего дела. 8 лет условно за миллиард. И штраф какой, знаете? 1 миллион рублей. Господин Дупак, еще раз заместитель председателя Московской областной думы, один из крупнейших и тайных землевладельцев России, вряд ли добьется мое предположение пересмотра приговора, то есть оправдания. А вот оказаться в тюрьме, там, где Прелль сидел почти 3 года, это для Дупака абсолютная реальность. Есть преступления, крупное воровство, не имеющие срока давности, ну а теперь, мои уважаемые зрители, самое невероятное. Артур, когда вот этот приговор был, 8 лет, руки опустились, честно? Наверное, только первые 5 минут, когда я прощался со своими родителями, с мамой. И уходил в зону? Да, когда на меня надевали наручники. То есть ты хочешь мне сказать, что ты с самого начала знал, что выйдешь на свободу, рано или поздно, что будешь оправдан? Я в это верил. Почему? Машина-то какая завертелась, смотри, земля, Дупак, все же было против одного человека. Тебе? Да. А как ты уверил? Так, только вот безбравата, спокойно, ты мне объясни, вот почему ты верил? Я, наверное, полагал, что вся моя предыдущая жизнь готовила меня именно к этому испытанию. То есть, не будь я таким настырным юристом, я, наверное, не справился. Ты сколько лет было на момент вынесения приговора? 25 лет. Хорошее слово жизнь, 25 лет. Вот в анкете у тебя было написано, имеет обостренное чувство справедливости. Да. Я чуть было не сказал, страдает обостренным чувством справедливости. Скажи, пожалуйста, а сегодня, когда ты в зоне был, это правильно? Видя, какие силы стоят со стороны, негодяев сколько? Иметь именно обостренное чувство и именно справедливость. Я считаю, что если вы придерживаетесь принципов справедливости, то вы ее и должны отстаивать до конца. Вот Дупак, молодец, украл на миллиард гектары крестьянские. А штраф заплатил 1 миллион рублей и прежний губернатор Московской области, герой Советского Союза, Борис Громов, это вот безобразие. Его команда, Крымова, Дупак-то не заметил. Земельные вопросы в Подмосковье, они... Откуда такая наглость? А это вопрос к системе. Тихонечко, новый губернатор никто не будет покрывать Дупака. Андрей Воробьев, я хорошо знаю этого молодого человека. Воробьев покрывать не будет. Он кожей своей это все нет и системы. Вот Одинцовская история, колокольцев по мозгам, да, я прошу прощения, что так говорю. И вся Рублевка будет перешептываться и о полиции. Про папу речь. Дупак действительно его адвокат. Имеют наглость, я еще раз это повторю, требовать пересмотра своего приговора. Это после того, как по делу Преля-Дупака арестована банда, 12 человек, бывшие уже бывшие сотрудники полиции, ФСБ, там убийства людей из-за земли, наркотики подброшенные, как собственно Прелю и подбросили, пакетик с кокаином, дело Артура Преля. Андрей, я хочу прежде всего поздравить Артура. Тебя, себя, еще тех людей, которые боролись за этого парня. Полностью реабилитировали. Ничего подобного в отечественной судебной практике давно не было, вообще не было, потому что иногда на первых слушаниях бывает, что отказывается прокурор от обвинения. Но когда человек просидел реально три года в колонии строгого режима и осужден был на 8 лет, и все подтверждали, все прокуроры, все судьи, что вот пусть сидит, он виноват, и не принимали доводы к рассмотрению даже. Что же случилось с прокуратурой? Почему вдруг на процессе, еще раз это скажем, замгородского прокурора в Люберсах сказал, что он ни по одному пункту не может поддержать обвинение, которое сама же прокуратура и выносила? Андрей, ну все просто, мы с тобой провели работу следственную, доказали, что практически все, что там есть в этом деле, сфальсифицировано. Еще три недели назад два заместителя, два, а не один, прокурора Московской области что говорили? Они говорили, что он виноват, все. Что прэль должен сидеть все 8 лет? Все 8 лет, да. Три недели назад я хочу разобраться в системе правосудия нашего и юриспруденции. Три недели два заместителя прокурора Московской области говорили, что прэль должен сидеть. Это так. Когда вмешался, Борис, депутат Резник, давай скажем сейчас самые важные слова, когда и ты, и я, мы говорили с областным прокурором, что сделал прокурор Московской области? Заместителю генерального прокурора Владимиру Малиновскому стал жаловаться на депутатов Государственной Думы, на единую Россию, которая вот так защищает прэль. Мы занимаемся три года этим делом. И вдруг через три недели в суде официальное заявление Люберецкой городской прокуратуры. Во-первых, не сам заместитель городского прокурора по фамилии Зайцев, Люберецкого городского прокурора, принимал это решение. Он консультировался на очень высоком уровне в Генеральной прокуратуре и принимал это решение. Тогда уже говори все до конца, не советую, а принципиальная позиция лично по делу прэля генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки. Вопрос, как будет наказан областной прокурор, чьи заместители еще совсем недавно говорили вещь невозможную, преступную. То есть даже после ареста банды майора Юхмана, 12 человек, еще раз, убийство, шантаж, вымогательство денег, там огромный букет статьи. Так вот, говорили двое заместителей прокурора по основу, что никакой банды нет. А прэль торговал наркотиками, сидит правильно. Ты знаешь, очень там список большой, не только два этих заместителя прокурора московской, они потворствовали греху. По слову Пушкина, потворствовать греху есть тоже преступление. То есть они практически совершили служебное преступление. Или уголовное, потому что банда Юхмана не бедная банда, они на бизнесменах зарабатывали. Шантажировали. Но мы нашли с тобой ответ на вопрос, который задавали еще древние юристы. Квипродас, кому выгодно? Да. Вот сегодня доподлинно известно, что арестовать этого парня, молодого юриста, посадить его надолго в тюрьму, было выгодно. Не только Дупаку 2200 гектаров подмосковных земель, а штраф ему присудили 1 миллион рублей. Так вот, Дупак, он работал, сегодня это доподлинно абсолютно известно и доказано документально, в связке и с руководителями силовых структур Подмосковья, и с ФСБ, и с тем же Юхманом, начальником главного управления. Отцом арестованного сегодня майора Юхмана. Только что стало известно, один из банды, которые подбрасывали наркотики по фамилии Орлов, дал показания. Он пошел на сотрудничество со следствием еще до ареста Артура ФСБшниками. Его вызвал к себе Илья Юхман, приказал на том же пункте ГАИ, где потом арестовали Артура и подбросили ему наркотики, задержать машину Артура, выяснить все его данные, чтобы парня, который отсудил эту землю, найти способ его изолировать. Да, чтобы не было новых дел по отторжению этой самой земли. И вот смотри, что получается. Дупак, уже бывший, еще раз скажем, зампредобластной думы, и руководители, уже бывшие подмосковного ФСБ. Меня больше всего потрясло, что женщина, которая регистрировала преступления, в тот день, когда арестовали Преля, регистрировала все преступления, как полагается, дежурная областного управления ФСБ, она зарегистрировала арест Преля в журнале, не имея на то никаких документов по устному приказу своего руководства Высокова. Да. Что она и заявила в суде. В суде она заявила, что подписи под протоколами допроса не ее. Без генералов в этой истории не обойтись. Я думаю, что да, абсолютно. Кто давал команду? Идем дальше. И до последнего еще расскажу. Аж двое заместителей прокурора Московской области, ныне действующих. Да, ныне действующих. Можно фамилии назвать. Стоят на позициях банды Юхмана по факту. Я не прав? Абсолютно прав. Вообще это не поддается никакому нормальному осмыслению. И если бы не позиция генерального прокурора нашей страны, да, после твоих статей, наших сюжетов, но они нашли время вникнуть лично в дело этого парня. Это правда. Вот итог полное оправдание. Знаешь что, меня вот больше всего сегодня вот волнует. Или следующего преля, они тоже на 8 лет, вот найдется еще один Дон Кихот, такой мальчишка молодой, который будет бороться с наркокартелем. Идет огромное количество, ты себе представить не можешь, из всех тюрем, лагерей, что у меня такая же ситуация, мне подбросили наркотики. Разобраться, естественно, нет никаких сил в этом и возможностей. Поэтому что я делаю? Я рассылаю прокурорам, прошу разобраться, дать ответ по существу. Я потрясен тем, что удалось восстановить справедливость в отношении человека, который пострадал безвинно, причем пострадал за интересы других людей. В зале крестьян было, тут весь зал судебный. Но какова цепочка, еще раз, без генерала с большими звездами на погонах, подделать журнал регистрации преступлений в области точно невозможно? Конечно, невозможно. А судья Милушов, с ним-то что делать? В деле есть эпизод. Мы обращали внимание судьи Милушова на этот эпизод. Без аптекарских весов, без контрольного взвешивания. Те, кто составлял протокол по пролитерапилизу, указали количество наркотиков в пакетике. С точности до одной сотой грамма на глазок. Но судья на эту деталь не обратил никакого внимания. В эфире нашей программы Милушов говорил в прошлом году, что готов нести ответственность за свое решение. Знаете, я вынес приговор, оно обжаловалось, и все оставили силе. Михаил Михайлович, вы стоите на своем, что 8 лет это справедливый приговор. Я правильно понимаю? Ну, приговор я вынес. Естественно, я за него отвечаю. Ну, наверное, вот его профессионализм и определяется тем, что он считал профессионализм. Да, в кавычках профессионализм, что... И мы сел на секундочку. Сегодня в отношении судьи Милушова еще раз приговор 8 лет. Прорядочный дел почти 3 года. А Милушов никак не наказан. Это страшно. Дело в том, что в наше время люди, которым доверены судьбы людей, несравнимые ни с чем полномочия, распоряжаться судьбами людей. И отправляет же еще кого-то. В том-то и дело. Он же и сегодня, сейчас выносит. Новые приговоры канут. А как верить его решениям, если вот судья такой интересный? Ну, естественно, когда происходят такие события, страшные события на самом деле, для судьбы человека, для судьбы вообще самой системы, что нет какого-то контрольного механизма... Почему ей эксклюзионные коллеги к суде? Вы знаете, она не реагирует пока на Милушова. Пока. В отличие от судьи Парфеновой, которая с молотком поиграла, судьи Милушова пока еще мантия не снята. А как относиться нам сегодня к тем приговорам, которые он выносит изо дня в день? Можем ли мы сказать с уверенностью, что вранье, в тех делах, которые... Да. ...это судья принимал решения... По-хорошему все нужно пересматривать заново, все эти дела. Мне интересно узнать о карьере этого человека. И он-то, Милушов, не то что не извинился. Перед Прелем у него же только один вопрос. Откуда у вас мой мобильный телефон? Люди о судьях, о следователях. Одинцовская история, Люберецкая. Сотрудники ФСБ уже бывшие. Правда, многие не верят, что отвечать придется. Время пришло. Государство уже не может существовать, особенно в условиях санкций. Слишком много ворота. Слишком много ворота. Да, слишком много. Но если бабушка Артура не пришла бы в Государственную Думу к дежурному депутату, им как раз и был Борис Резник, мама Артура, юрист по профессии, она не пошла. Она юрист, она не верила в то, что можно чего-то добиться. А бабушка, она родом из советской власти, она верила. Но если бабушка не дошла бы до Госдумы, до Единой России, той же Резника, Артур бы сидел. Восемь лет. Уверен, что это именно так бы и было. А как же обостренное чувство, да еще и справедливость, может не ко времени, когда... Ну тогда получится, что в нашей стране оно будет не ко времени всегда. Если же вы придерживаетесь этих принципов, то вы должны их отставить всегда. А нельзя говорить, что я справедлив в каком-то отношении, а вот когда творится прям дюжая несправедливость, и когда на той стороне, пусть и оборотни в погонах, против которых я не вытяну... С влиянием, с именами, генералы. Тогда, значит, и не стоит говорить, что вы поддерживаете эти принципы. Значит, вы не за справедливость. Скажи, ну вот у заключенных принято, да, спрашивать, за что сидишь. Ты объяснял там в лагере заключенным, за что ты сидишь? Конечно. Просто по внешнему виду, по разговору, сразу было понятно им, что я никогда не имел никакого отношения к наркотикам. То есть зэки, ты хочешь мне сказать, быстрее разобрались, чем наше государственное учреждение? Злочительное. И эти зэки мне помогали, в том числе морально, чтобы я выкарабкался оттуда. Есть категория людей, я не могу иначе. Вот им по-другому не дышат, они по-другому жить не могут. Я понимаю, только у Сервантеса, в Дон Кихоте, когда Дон Кихот в камере, в тюремной оказался, там, кто в камере находился, они быстрее разобрались, кто он такой, Дон Кихот. И здесь с Прелем, там в лагере им заключённого, было больше понятно про него, чем судье Милушоу. Это просто нормальный беспредел, который периодически у нас... Судьёй что делать? Я не успокоюсь, и мы все не успокоимся. Нет. Алиан Иванович, он хамит судья? Ну, если говорить о справедливости, то вообще... Давайте представим, что завтра вам, как Прелю, с согласия генерала с большими звёздами наркотики подбросит. И вы поедете ни за что, в Столыпи, ни на восемь лет. А, блин, ну это не первый случай, и я не буду случай продолжать. Я хочу, чтобы был последний. Продолжаться, пока люди, которые понимали, ещё не понесут ответственность. Знаете, когда майор, ещё одна история, Лев Глухов вышел на свободу, у меня эта история глуховская из головы не идёт. В его деле майор Лев Глухов в банду хакеров, помните, три года назад поймали миллиард ущерб банкам, банда хакеров, 12 человек. И Глухов, один из лучших оперативников Москвы, поймался полично. Через восемь месяцев после ареста банды их всех арестовали. Глухов оказывается в тюрьме. Внимание, некий гражданин, уже сидящий в заключении, из числа бывших оперативных работников, милиция тогда ещё была, написал заявление, я прошу внимания, что он за мошенничество осуждённый, он видел, как год назад Глухов деньги пересчитывал, они ещё тогда были на свободе. А если он деньги пересчитывал, то, наверное, это взятка. И Глухов на основании вот этого, как в молодёжной среде, говорят, фуфлагана, отправляют в СИЗО. Прокурор Москвы возмутился. Общественная палата возмутилась. В Госдуме на комитете специальные слушания по делу Глухова. Он просидел ровно год и вышел на свободу без предъявленного обвинения. Я благодарен программе «Момент истины», как и лично вам, пятому каналу за поддержку. Благодаря именно этому я и оказался на свободе. Фактически моё обвинение, я могу чётко об этом говорить, потому что я целиком видел дело, выстроено на показаниях одного человека. И на основании болтовни, прошу прощения за это слово, того, кто сегодня за решёткой, вас одержали больше года в тюрьме? Да. Только на основании болтовни. На основании одного человека никаких. Ничем не подтверждённых, ещё раз. Ничем не подтверждённых. Вообще ничем. Вообще ничем. Один листочек в деле, всё, год следил, нужно было закрыть. А хакеры-то в этот момент все, 12, на свободе оказались. Кому-то где-то за что-то заплатили. Следователь, который вёл дело Глухого, работает и сегодня. Ему никто никаких вопросов не задавал по этой истории. Какая-то такая психология. Чиновник. Бюджетные деньги готов рассматривать, как свои собственные. Военный чиновник, тот же следователь. Да я любого арестую. Любого. Вам ещё одну историю рассказать. Нужно, моя версия, закрыть человека в тюрьме. Помните, как по паспорту умершего человека был зарегистрирован некое предприятие, целый концерн. Сколько-то лет назад. Конечно, помню. Все её помнят. Теперь, сегодняшний день, город Чита. Иван Иванович, вы, Райков, пострадали от действия Караулова. Допустим, эту мысль вам так говорит следователь. Как же я пострадал, спрашивает Райков. Райков-то интересно. А вы, наверное, забыли, Геннадий Иванович, в 92-м году, то есть давно-давно, вы были владельцем каких-то акций. Не помните? А, ну вы забыли. Вот, правда, сейчас реестр акционеров утерян, но мы его найдём. А вот Караулов-то у вас эти акции похитил. Караулов пока посидит в СИЗО, пока мы реестр найдём. А вы потерпевший. Вот такой спектакль. Когда внушают людям, ссулятся людям, что у вас были акции, но вы забыли. Некие прокопчуки. Читинская история. Кто оказался в СИЗО, судья всероссийской категории? Очень уважаемый человек в мире спорт, членосполкомов разных. Мельничук Игорь Николаевич. Потерпевшие прокопчуки Юрий Адамович и Ольга Алексеевна. Они потерпели от вашего брата? Нет. Год назад прокопчуки заявили за Байкальскую прокуратуру, что в отношении Игоря нужно прекратить уголовное дело, и по отношению к нему они не имеют никаких претензий. То есть они, потерпевшие, пишут, что тот, кто якобы им причинил ущерб, никакого ущерба им не причинил? Нет. Они об этом заявили. Еще раз. Люди говорят, никаких имущественных и прочих претензий мы к Мельничуку не имеем. Да. И в отношении его... Мы не считаем себя потерпевшими. Они это говорят. Да. Да. А в чем же я обвиняю, если нет потерпевших? Вот мы тоже хотим задать вопрос. Кому же он так дорогу перешел, подождите-ка, если нет потерпевших? То есть официально те, кто, как считало следствие, потерпел от действий Мельничука, не считают себя потерпевшими никак. Претензий не имеют. И официально об этом есть документ, то есть их заявление письменное, да еще и год назад прокуратура отправленная. Но дело продолжается. После 12 апреля, когда было совершено на него покушение... Покушение? Да. В тюрьме? Да. Как это было? 12 апреля его вывели из своей камеры, завели его в бокс. Конвойный? Да. Это какое СИЗО? СИЗО-1 города Читы. Так. Его завели в бокс, который не оснащается видеонаблюдением. И через какое-то время конвоир срезал его с петли. Выставили это как неоконченный суицид. Игорь ничего не помнит, но суицида он не совершал. То есть с ним могли там, вы предполагаете сделать что угодно и по каким-то причинам не довели до конца задуманное? Да. Или просто пугали? Я думаю, что скорее всего хотели напугать. Поскольку проверки по этому уголовному делу не было. Никаких проверок. Даже в порядке надзора никто на наше обращение в прокуратуре города не обращал внимания. Уголовное дело вот по факту такого происшествия было возбуждено? Нет. Судья Долгополова постановление приняло об отказе уголовного дела. Подходит к концу срок возможного содержания под стражей без предъявленного обвинения пожалуйста, попытка суицида напугать. А если общественного резонанса не будет, значит можно в следующий раз мое предположение и убить человека как суицидника. Ввешивается постоянно. Нельзя ему быть на свободе. На свободе он заговорит. И главная тема если нет потерпевших если они отказываются значит нет преступления. Не составлю. Вы забыли что вы потерпевшие вы скоро вспомните пока вот журнал мы найдем. Был бы человек а дело приложится. Вот и все. Оно это изъяснение действует. Еще одна история но уже московская. То о чем говорят мои гости это сразу скажу наша версия. Наше предположение. Ники бизнесмен Короткевич привозил комплектующие из Китая здесь собирались компьютеры он выдавал их за собственную марку Контрабанда? И продавал. Да, контрабанда. Это продолжается с 94-го года по наши дни. То есть налажен канал контрабанды мощный канал контрабанды Через какую же таможню? Есть не секрет. Ники канал возможно в Московской области это сейчас устанавливает непосредственно следствие. Но особенность заключается в том что магазины сами должны печатать документацию товарно-транспортные накладные Ну от контрабанда как иначе, конечно. Да, от фирм поставщиков. А они вот так обжуливают государство на какую сумму по году? Как вам кажется? По данным которые есть следствия это порядка 40 миллионов рублей в год. Каждый год теряет страна? Да. Только на одном Короткевич и наше предположение теряет. Только даже на одном магазине который мы приняли. А на всех магазинах? Порядка 400 миллионов рублей. Ну в 10 раз больше. 10 раз больше, да. И когда одна из сотрудниц его отказалась участвовать Одного из магазинов? Да. Как только Зеленова отказалась Кира Алексеевна участвовать в его преступной схеме Короткевич обратился в правоохранительные органы Он испугался ее? Да. Разоблачение, как мы предполагаем? Просто испугался поскольку все могло рухнуть в один прекрасный момент. К полицейским пошел знакомым? Да. Пошел к знакомым полицейским. Как все банально у них у всех тех, кто пугается знакомые полицейские сразу находятся. Это же такая схема отработанная, да? Единая. Через уголовное дело заставить заболчать абсолютно. То есть уголовное дело как рычаг. Как рычаг. Убить убийство не решает проблему а только создает ее лучше посадить. Да. А в чем пытаются обвинить граждан? Абсолютно надумано обвинение. В чем? Лишь бы в чем-нибудь. Обвинить, чтобы человек находился под следствием. Какое было первое обвинение? А первое обвинение обвиняли, что она похитила несколько десятков миллионов рублей. Так, похитила, рассыпалась. Абсолютно. Ничего не нашли дальше. Что написали? Придумали обвинение, что якобы она украла генераторов. То есть обвинение кражи миллионов рассыпалось. Новое обвинение кражи генератора. Это две большие разницы. Димитральные противоположные. Абсолютно димитральные противоположные. Лишь бы в чем-то обвинить и оправдать возбуждение уголовного дела. Это из серии сначала вас обвиняют в убийстве, а потом, когда первое обвинение рассыпается в краже мобильного телефона. Нет, ну я много таких случаев знаю, когда человека два-три года таскают и мучают, да, и пытаются сломить его психику. Если ты сломил человека психику, он потом осознается, что он вроде бы... По этой истории контрабанда Короткевича идет проверка сегодня, а по тем фактам, которые мы излагаем сейчас, я, как и в случае с Сабиной Исаковой, обратился, уже обратился к министру внутренних дел Российской Федерации Колокольцеву. И подчеркиваю, к новому заместителю министра, впоследствии Савинкову, очень большому другу, действительно большому другу нашей программы. Почему не бояться? Потому что они в той системе, где ответственности вот этим людям не бывает. Поэтому и не бояться. Во-первых, бывает. Сколько генералов потеряли погода, он уже Колесников из окна выбрасывает, наркотическое лоб. Это, видите, какой процент... В камере началось. Давайте смотреть, да. Большинство уходит от ответственности по количеству судьбы человека. Его это ведь как бы не волнует. Все-таки время меняется, Ваша оценка. В некотором смысле изменилось. Или время измениться не может, благодаря только воле президента, когда люди не меняются. Нет, время немного изменилось. Но это большие усилия, которые делал сегодня президент. А изнутри-то поддержка вот такому усилию президента идет? Да, скачать машину нужно время. Вот просто нужно... Это смена кадров, смена людей, смена психологии людей, которые с определенной психологией сегодня служат. Вот, предположим, сейчас начнется зачистка. Предположим, начнут с этим серьезно бороться. А на смену кто придет? Есть люди, которые могли бы прийти на смену и стать честными следователями? Как не бояться? Понимаю проблему, но как не бояться? Но время меняется. Они не осознают. Чаще всего люди, которые живут на стыке, они не осознают, что время поменялось. Они становятся жертвами этой истории. Почему? От людей, человеческий фактор, все зависит от людей. Безусловно. Необходимо, чтобы сменились люди. Надо избираться с каждым делом, на то есть и пресса, на то есть сегодня разные общественные организации, которые занимаются, и доводить дело до конца. Не только, чтобы человека, как этого, вытащили из тюрьмы, да, а надо решать вторую часть этого вопроса. Те, кто это невиновно, туда засунул, они должны быть привлечены к ответственности. Чтобы другие смотрели, да, это дело неименуемо наказано, если вы поступаете несправедливо, тогда система будет сама гаситься. Сама? Она сама будет гаситься. А так как это зачастую не происходит, то судья какой-нибудь или там какой-нибудь прокурор вдруг неожиданно выступает на процессе против самой прокуратуры. Есть такое? Есть.